Для того, чтобы сохранить время, мы будем просто на двух языках говорить, и нам это поможет немножко. Очень особенная глава. Я очень рекомендую всем читать исход 33 глава и до конца. Там происходит что-то странное. Прямое общение Моисея с Богом. На иврите мы говорим диалог. И Моисей говорит, и Бог ему отвечает. В медицинской практике это называется шизофрения. Когда ты слышишь голоса. Но Божья реальность существовала еще до любой медицины. Это не шизофрения. Это уровень твоего естественного духовного роста. Когда ты говоришь с Богом. И когда ты молодой, ты думаешь, что ты должен на физическом уровне слушать голос Бога. Я обычно слышу Бога, когда я еду на машине или плаваю в бассейне. Мои мысли направлены к Нему. И я получаю от Него ответы. Естественно, нам нужно быть избирательными. И иногда не всегда Божьи мысли приходят к нам. Но когда мы в зрелом возрасте и духовном пребываем, то мы можем различить, когда Бог говорит с нами. Вчера мы молились здесь, и были слова от Бога. И также был стих из Библии. Джейкоб говорил нам про Ишуа, когда он был в пустыне. И дьявол искушал его. Лично я, я не думаю, что в пустыне Сатана был представлен каким-то физическим образом. Может быть, да. Я думаю, что это голоса, которые из нашей злой части мы слышим. И он открыл свое сердце для того, чтобы Дух Святой говорил к нему. И, естественно, идеальное знание Писаний укрепляло и усиливало его слова. Это может быть физический образ дьявола. Какой-то злой дух, неважно. Но это мое понимание, понимание Леона. А вы можете понимать, как вам угодно, и это все с этим нормально. Но я думаю, что вот это вот наше злое начало сражается. И это хорошо. Потому что без искушений или испытаний мы не можем побеждать, и мы не можем расти. Если вы думаете, что меня что-то искушает в неправильном способе, вам нужно просто отрезать это. Здесь мы читаем про общение Бога с Моисеем. И оно произошло после плохих событий, которые произошли в народе Израиля. Исход 33 глава. Но в исходе глава 32, мы читаем очень провокативную историю. Моисеем был на горе с Богом. И народ Израиля сделал себе золотого тельца. И начали поклоняться этому куску золота. Это было очень духовно. И это произошло, потому что люди послушали свое злое начало. И Аарон не был достаточно сильный для того, чтобы подавить это и сказать им прекратите. И поклонение этому золотому тельцу принесло народу Израиля много проблем. Первое, Бог хотел просто всех уничтожить, кроме Моисея. А потом началось поражение в народе, и около трех тысяч человек погибли. Иногда мы слышим про террористические акты в Иудеи и Самареи. Один человек получил ранение, один был убит. И весь Израиль, для всего Израиля это трагедия. И здесь три тысячи человек погибли. Просто подумайте, насколько велика эта трагедия. И многие комментаторы говорят, что именно из-за этого действия поклонения тельцу, Бог дал нам дополнительные заповеди и повеления. Мы даже до сегодняшнего дня переживаем плоды поклонения этому тельцу. И после всех этих странных вещей, Бог начал говорить Моисею. Я чувствую, что я хочу прочитать снова. Пожалуйста, откройте на своих языках, на всех, кому удобно. Эксидус 33. Я начну с 12 стиха. Эксидус 33. Я думаю, что каждый человек, который духовно как-то возрос, может прочувствовать на себе это место Писания. Я думаю, что такой человек тоже испытывал такой уровень общения с Богом. И Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал. You know, it's a very strange mishpat verse. Очень интересный стих. Comment. In chapter 23, God already told to Moses. I will send with you angel. It will be a very special angel. Very strong angel. With my name on his neck. Что это? Лоб? What? Okay, this. And this angel will protect you. So, why Moses asked again this question? Or it was number of angels. And God didn't decide yet which angels to choose. You know, guys, people, children, brothers and sisters, sometimes, we know that God protects us. But that we start to be hungry inside. Then we can start to be hungry inside. Но когда мы становимся и голодный внутри, for him, когда у нас возникает голод по нему, we come again with the same question. God, please direct me. И ты приобрел, я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение. И ты уже дал мне твою милость. И ты уже дал мне твою милость. Ты уже прикоснулся ко мне. Если мы будем говорить на языке нового завета. Это слова очень похожи на то, что Иешуа говорит своему ученикам. Вам нужно родиться свыше. So how many of you has experience that you tell to God, Oh, Father, I know that you already choose me, but please lead me again. Кто пережил такое состояние, когда ты говоришь Богу, Я знаю, Господь, что ты меня избрал, но, пожалуйста, покажи мне заново твой путь. Мы можем идти. Нет, неделю назад Мишенька 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 А, Мишаня, sorry. Мишаня Мишаня Неделю назад прекрасный Мишаня Он дал очень хорошее толкование. И Он сказал нам что вся наша жизнь это взлеты и падения. Вся наша жизнь всю нашу жизнь мы падаем И Божьи крылья берут и поднимают нас наверх. И очень важно, чтобы наше хождение в Боге не было вниз, но было постоянно вверх, хотя эта линия наверх так же может быть как волна. Это не шизофрения. Это не шизофрения. Это хорошо, когда ты будешь говорить Богу, Бог, я знаю, что ты знаешь меня. Но возведи меня на новые высоты. Тринадцатый стих. Что сие люди твои люди. Вчера, когда я поднимал четыре вида растений в суке, я также упомянул вот этот момент. Обычно в основном наши молитвы касаются нас самих. Максимум своей семьи. Я, 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 я. И это хорошо. Потому что это учит нас, что мы до сих пор дети. А дети нуждаются в своем отце. Поэтому хорошо так молиться. Но нам так же нужно не забывать что главный момент Библии это не ты и только ты. Но Бог возлюбил весь мир. И Ешуа пришел и умер за каждого человека. За хороших людей. За менее хороших людей, но хороших. За хороших. Но не верующих. И прям за совсем глупых людей. Бог послал своего сына, чтобы он умер за каждого. Бог послал своего сына, чтобы он умер за каждого. И вот Моисей говорит. Если я нашел милость в очах твоих. Вспомни весь твой народ. Вот здесь написано. Я читаю на русском. Я не буду читать каждый стих. Это хорошее учение. Если вы попросите, потом я вам покажу все места. Я хочу прочитать 20-21 стих. И сказал он, Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Пожалуйста, простите меня. Но мы иногда видели столько много вещей. Мы знаем тебя, Бог. Мы знаем тебя, Бог. И Моисей здесь говорит. Я знаю, что ты знаешь меня, я знаю тебя. Но этот стих говорит нам. И это Божьи слова. Ты не можешь увидеть лица моего. Ни один человек, живущий на земле, даже ни один ангел, не может увидеть Божьего лица, потому что он превыше любого творения. И это выше нашего понимания. И здесь, когда Библия использует слово «увидеть меня», это не просто видеть, и чувствовать, и понимать, и переживать. Так что Бог говорит, что ты не можешь. И пожалуйста, accept это. Не будьте гордецами, которые говорят, я вижу Божье лицо. Вы не можете увидеть Божье лицо. Но мы можем смириться, чтобы попытаться приблизиться к Нему. И я хочу прочитать 21 стих. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. И Бог сказал, я немножко себя тебе покажу. Вот интересный стих. Здесь написано про какое-то место. В натуральном смысле мы понимаем, что это говорит о месте, это какое-то физическое место. Но в еврейском понимании, у Бога есть много имен. И иногда его называют именем место. Трудно понять. Авраам пережил Бога в каком-то месте. Вы помните, что он взял своего сына Исаака. И он сказал, это место свято. Не может быть любое место свято. Только Бог святой. Поэтому Бог взял его к себе. Я не могу даже объяснить, это какое-то представление. Но здесь написано, Я поставлю тебя на скале. На скале. Я поставлю тебя на скале. Какие из вас помнят разговоры Иешуа и Петра? Католическая теология устроена на этом общении. Иешуа сказал, Петру, ты камень, и на камне этом я построю свою общину. Но немножко преувеличили католики. Потому что в переводе с иврита Петр это маленький камешек. Но скала это сам Иешуа. Поэтому Бог говорит Моисею, очень пророчески, ты можешь стоять на скале. Ты можешь встать на Иешуа и только тогда ты меня увидишь. У нас большой блеск от Бога. Большое благословение от Бога. И Он дал нам знать Своего Сына. Но не останавливайтесь в том, чтобы просить у Бога показать Его путь. Every time that you feel hungry in spiritual way, ask Him, show me way. В каждый раз, когда вы чувствуете духовный голод, просите, покажи мне твой путь. It could be prophecy. Это может быть пророчество. But if only thoughts. But if it's only thoughts. And you feel these thoughts make your heart work quicker. This is thoughts from Holy Spirit. Open your heart. Откройте ваши сердца. And He will lead you. Let's stand up. Давайте мы встанем. Авину молкеину башем Yeshua Мashiach анахну баим элеха. Отец наш и Царь наш во имя Мессии Иешуа мы приходим к Тебе. Our Heavenly Father in the name of Yeshua we come to you. And we pray that you will make us people of questions. И мы просим, чтобы ты сделал нас людьми вопроса. Like Moses. Как Моисей. Like Daniel. Как Даниил. And please help us to request you. И помоги нам и вопрошать о тебе. That we will fulfill our special call in this earthly life. It's very important. Forgive all our sins. Help us to stay strongly on the rock on Yeshua. This verse comes to me now. It's Romans 8. In this world many different powers. Many different temptations. But if we stay on rock it's written in Romans 8 I think from verse 23. No angel. Not death. nothing can take you out of love of God in Yeshua. Hold this. Hold this promise. And this will make you blessed. it's not And this will make you blessed. And this will make you Продолжение следует...